На защиту приглашается Салман Ивановна Игоревна с темой разработки дизайн-макета книги и иллюстрации произведений Марии Лоффа «Циники». Тема моей пользы спорта – дизайн-макета книги про произведения Марии Лоффа «Циники». В состав проекта входила разработка макета, оригинальных иллюстраций и, собственно, прожига с самого издания. Несмотря на активное развитие технологий, я считаю, что тема книгографики все равно сейчас актуальна и непопулярна. Марии Лофф – это инжинист, писатель и близкий друг Весенина. Когда упоминаешь фамилию Весенина, его все знают, а Марии Лофф знают не очень многие люди. Но между тем, я считаю, что его роман «Циники» знаковый. Это одно из первых произведений, которое написано как сценарий. Там, когда воспользованные профессиональные действия героев разбавляются заметками из газет, цитатами, и прямая речь будет чередоваться с документальными цифрами. И я думаю, что моя работа актуальна, мы услышаны малой популярностью в этом издании. Я выбрала квадратный формат для книги. Это не совсем стандартный формат, но я выбрала именно такой с отсылкой на русских авангардистов, которые, в их активности которых пришелся как раз на время, описанное в этом произведении. Так как квадрат – это довольно эстетичная фигура, передо мной стояла цель показать движение и динамику через модульную сетку, цветовую камню и иллюстрацию. И вот я сделала большой внутренний отступ от центра, и таким образом текстовый блок у меня располагается по краям. А этот отступ я забила клан-сиклом перевернутым на 90 градусов. И это я сделала не случайно, потому что прямоугольный формат – это уже стандартный книжный формат, потому что страха будет получаться слишком длинный и будет удобно читать. Также видно, что я использовала получившиеся инфляционные оклоны в верстке текста. Так что дополнительную динамику выдает само издание, потому что, как здесь видно, что клавы очень бывают, не встречаются коротенькие, состоящие из одного приложения. И вот некоторые из них, а именно трески, устатки и скотет, я выделяла следом. Ну, и в большинстве. Шрифт. Я не хотела брать какой-то стилизованный или шрифт. Я хотела, чтобы макет был более современным, и поэтому я взяла современный шрифт. Динго и различные его причертания. То есть в книжке использован один шрифт. И цвет. В макете я использую четыре цвета. И они соответствуют четырем частям выяснения, что есть здесь. И получается градиентный переход от ярко-розового в темно-фиолетовому, почти черному. Это сделано для того, чтобы показать нарастающее напряжение в мире. А также цвета использованы в цвете путемей, в цвете плавки, в цвете колотитола. И на разворотке с инфрацией. Ну, вот здесь показывают цвет. Инфрацией. В инфрацией на книжке отвела целые развороты. Соль, можно? В целые развороты. И выполняют картинки цветным фоном и текстовым вставлением. То есть на юстракте я изображала 10 героев книги. А для текста я взяла несколько из газет. Я намеренно сделаю юстракцию черно-белой, потому что я использовала уже не вятные цвета. Ну и тоже попыталась передать какой-то знак с помощью демонстрации. Всего было нарисовано 12 окошек. Вот мы тут примеры каких-то из них. Окошко. Окошку я сделала раконичной и не стала использовать демонстрации, чтобы не возникало ассоциации, что это детская книжка. Ну, это довольно серьезный роман, и ценевая Виктория как совсем не детская. Поэтому я просто сделала шертовую композицию, используя из того же территория, используя шеритар. И фон мой цвет был взят самый темный из золотаялки. По дослете я поставила цитату Виктория Иванова. И так же мы решили написать, что сделать вариант с диском, с аудиозрикой. И присесть просто свою стрессу и обложу. Ну и просто свиненные закладочки. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Скажите, пожалуйста, какие вы можете ли об этом писать на английском чате? Ну, вот так, что у меня просто... Ну, нет, но вы же, наверное, сейчас на поле спасать приходит практику. Да. Да. Ну, как-то, знаете, у меня не было такого, что вот я смотрю, смотрю, и не видела, и хочу вот как он. Я, ну, как-то, вот я сама, скажу, это собирать. Ну, да. Ну, просто это как-то ощущается. Или я не знаю, как-то. Ну, да, получается, да. Так не осталось. Да, ну, это просто, чтобы кто-то от вас первый мог погрузить. Раз, в зиму. Да. Раз, в зиму. Раз, в зиму. Уже сменен он кандинский. Но у него там в поле больше. Да, еще вопрос. Почему красные цветы изначально такой красный? А именно это токсиан? Да. А по-моему он приходит вот в такой вот золотый фиолетовар. Но я считаю, что этот цвет больше всего подходит по сюжету, и кажется, что он лучше всего отображает. Но это мое. И все на мере у нас есть. Продолжение следует... В результате квалификационной работы можно отметить в уформлении крышка переплета и отсутствие на нем логотипа предполагаемого издательства. Оценка которой заслуживает работа в 4-рубальной шкале 4. Считаю, что дипломник заслуживает эфро и несоответствующей квалификации. Я бы хотел сказать, что когда студенты вдохновляются авангардным русским, и берут эти темы и боятся, и они еще им очень интересны, мне просто душа радуется, когда это происходит. Поэтому уже изначально, когда была выбрана эта тема, я считал, что не повезло, что я эту тему буду завести. На мой взгляд, в процессе работы Алена могла найти правильную концепцию в данном издании. С точки зрения визуального ряда, иллюстрации, самой модульной сетки издания, я бы хотел не создать то необходимое напряжение, которое соответствует этому произведению. Мне кажется, эта книжка, даже для человека, который не читал ее, она уже создает это определенное такое поле, которое дает ощущение, что должно происходить. А уже когда выгружаешься в текст, то это еще больше и больше раскрывает само произведение. На мой взгляд, получилась такая серия иллюстрации, достаточно цельная, гармоничная, на уровне, если таком профессиональном, хорошем художественном уровне. То есть это уже работа профессионала. И на самом деле, на мой взгляд, всегда сложно, такое сложное сочетание визуального ряда, то есть как бы иллюстрации и самого издания. Модульной сетки, типографики, наборы, верстки. Вот это сочетание, когда оно происходит органично и естественно, то мне кажется, это всегда удача. Мне кажется, в этом издании у него получился такой органичный симбиоз, сочетание, так сказать, иллюстрации, верстки, типографики и само издание в целом. То есть это такое цельное, гармоничное издание, которое он не убавит, не прибавит. Поэтому я считаю, что Алена справилась с этой работой максимально качественно, получилась хорошая, интересная, нестандартная история. И мне кажется, она вполне могла бы сказать, занять место в любом хорошем книжном магазине в Республике и прочих таких магазинах, где пользовалась большая популярность эта книжка. Вот, поэтому я считаю, что работа удалась, хорошая, поздравляю вас.